приветствую сейчас я сниму предисловие к ролику о шпаклевке как получилось мы сначала экспериментировали со шпаклевками потом мы нанесли сделали ее засняли этот процесс засняли способы нанесения как как вот можно наносить но только потом у нас вы возникла трудность с ошкуриванием я вот никак не ну не стал заливать вот думал как бы лучше сделать чтобы было понятнее вот шаги как можно действовать ошпаклевали шпаклевкой пва плюс мел плюс немного опилок и было очень трудно ошкуривать поэтому мы ошкури по мокрому мы смачиваем наждачку это есть предыдущем ролике мы смачиваем наждачку и шлифовали смочив то есть идет хорошо принципе пойдет нормально и еще один момент какой который возникает при работе именно по мокрому сейчас найду инструменте какой-то так вот вот что получается вот так от себя вот абразив абразив вот он вклеился вклеивается абразив особенно в уголки по сухому сейчас пройти и почистить этот абразивчик вот он в принципе вот так это выглядит после вот одного скажем плотного прохода вот так выглядит дверь теперь то есть вот как то так то есть прошу воспринимать этот материал который будет именно как руководство к работе как бы самими циклями там как можно куда подмазать чего подмазать как подмазать особенно щели которые вот туда впихивать шпателем тяжело вот кульком это делать намного легче обычная рука обычно заворачиваем стандартный кулек здесь его преимущество в том что я могу регулировать отверстие его величину то есть как у меня удобно подтягивает рукой она же держит там то есть вот я держусь за один уголок и не отпускаю пока заворачиваю и затем могу вот так там рукой себе помогать оставлять необходимый необходимого размера диаметр отверстия загибаем так и вот сюда максимально чтобы никуда они не влево не вправо вот прям нужно попасть в центр цель нашим раствором достала ты конечно нормально придется сильно давить кое-кому снизу я придерживаю чтобы наши отверстие не открылась так таким образом ну это лично я так делаю мне так удобно я заворачиваю делаю себе тюбик вот здесь так плотненько чтобы никуда не выпал наш раствор и вот в руке она у меня идеально что вот каждый раз сюда не забивать по чуть-чуть по чуть-чуть долго замучительно раствором мы делаем таким образом и потихонечку доблю как пасту руками с тюбика себе это такая техника применяется при отмазкиного дела при реставрации вообще вот так очень быстро все она нанесла а в случае с гипсом потом вы излишки просто выбрасываете просто съезжал выбросила тут надо подмазать ничего такого по сути у нас экономия времени на нанесение собственно почему вот все эти герметики они определенные упаковки то есть у них определенная задача и максимальное попадение изделия на там какой-то щели трещины здесь очень сложно мазать уголки всякие это так нас сложно сложно промазать этот уголок вообще а тут раз и все вот она там уже и и он под своим весом и ему хочется самому приклеиться туда втягивается прямо всасывает туда внутрь у нас глубокое отверстие на ты шпателем придется давить давить или маленькой лопаточкой туда вообще накладывать мелкой маленькой лопаточку туда напихиваешь на пику так тупо вообще вот но это когда есть желание сделать хорошо иногда поверхностно наносится и потом есть вероятность того что она отвалится вот кулек позволяет мне его туда привод засунуть внутрь и изнутри туда я сейчас давлю давлю хобана все он там он оттуда вообще никуда не денется ну разве что его специально оттуда выбивать то есть я нанесла получается кульком и а сейчас аккуратненько это снимаю прямой угол вот чисто такой прием гипсовый вот так на руку мазать мажешь на руку постоянно потому самый сам сам ближе всего находится потом там раздражение но зато быстро получается очень быстро таким образом а вот эту фигню вот так раз все она уже там то есть нет беспокойства о том что это будет там еще раз пройтись еще раз насколько он дает усадку вот это кстати сокет быстро и можно еще раз пить подмазать а вот то что вчера мазал это просто с опилками вот вот какая усадка вот там миллиметра два вот вот такая усадка получилось серьезно то что он усадочный этого минус ну ладно да хотел показать еще такой момент самый самый первый инструмент который есть у каждого человека который может любой человек пользоваться рука рука пальцы пальцетка инструмент называется пальцетка такой берешь вот такие вот сколы такие вот тут так ту каблучок такой у раз вот берешь так палец макнул вот и вот пальцем просто вот так вот промазался вообще не палец то есть помыл руку и нормально вот пальца . работы не забываем что этот инструмент у нас всегда при себе все замазал излишки взял и убрал вот так вот вот так вот цик цикле металлические цикле чего можно делать да вот можно вот пойти вот так вот поделать раз другую сторону нанес вытер и вот так и сюда можно так как есть уж обычным большим шпателем не сделать такую работу не манипулятивным большой огроменный стекла такой жиденький стекает ну как то так вот раз вытекает ну я думаю можно будет подойти чуть позже чем через какое-то время и он уже подстанет тут и можно подправить вот буквально вот через минуту он уже усядется вот я сейчас вот сделал на вот снял вот сейчас он вся диска моментально мне принципе нравится два как работает так и то что не опасно черташ клей всего-навсего клеем в ведро с водой шелку помыл да и все скол на тучу замазывал берем цикле так вот накладываем с одной стороны с другой стороны вот так делаем потом аккуратно без нажима проводим тут надо еще подмазать вот так и вот так все подровняли дальше я думаю подусялись чуть-чуть вот еще раз потом пройти а вот вот то что я намазал вот она уже дала на усадочку сейчас покажу я не знаю что прошло минут пять десять чего-то не отдающихся чего-то времени вот четко и ясно видно вот усадка намазал вот сразу дало такую усадку а мы щас по кругу пойдем она чуть под подвянет подстынет и еще раз мазнем ну пока я тут рассказывал вот наши уже уголки все сделала быстрее она пошла дело да конечно ну в следующий раз нужно меньше заполнять и меньше времени уже уйдет за раз не стоит пытаться делать за раз да и особо никогда не получится вот этой штуки делать за раз